Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Мухаммадом Джавадом Зарифом включает высокопоставленных чиновников в экономическом секторе, а также бизнесменов этой страны. Иранским предпринимателям презентовали возможности инвестирования в сельское хозяйство, энергетику, горнорудную промышленность, сектор туризма. Арзбек Коджошев обратил внимание на возможности страны в рамках ЕАЭС и программы ВСП+. Состоялась встреча Мухаммада Джавада Зарифа с кыргызским коллегой Эрланом Абдулдаевым. Стороны обозначили основные направления в сотрудничестве двух стран. Это транспорт, коммуникации и перерабатывающая промышленность. Одной из важных тем стало строительство железной дороги из Ирана в Китай через Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. «Мы договорились о выведении на новый уровень экспорта и импорта двух стран. Мы готовы сотрудничать с Кыргызстаном в сфере строительства ГЭС, фармацевтики и сельского хозяйства. Но прежде всего нужно наладить взаимоотношения в банковской сфере». Кыргызская сторона делает всё возможное для наращивания сотрудничества, в том числе в бизнес-среде, сказал Эрлан Абдулдаев. К примеру, упрощена процедура выдачи деловых виз для иранских бизнесменов. Также в скором времени будет налажено авиасообщение. «Нами также распотрены вопросы взаимодействия по международным и региональным проблемам. Особое внимание, конечно же, мы уделили вопросам безопасности и стабильности в Центральной Азии, прежде всего в контексте ситуации в Афганистане и исходящих из этой страны угроз терроризма, сепаратизма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков». На сегодняшний день создана солидная договорно-правовая база и подписано около ста межгосударственных и межведомственных договоров. Напомню, в сентябре 2015 года состоялся официальный визит президента Алмазбека Тамбаева в Иран. А в декабре прошлого года в Бишкек с официальным визитом прибыл глава Исламской республики Иран Хасан Роухани. Тогда была принята программа долгосрочного сотрудничества до 2025 года. А также подписаны документы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, здравоохранения, культуры и информационных технологий. Иран – одна из первых стран, официально поддержавшая и признавшая государственную независимость и суверенитет Кыргызской республики. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 10 мая 1992 года, то есть в этом году им исполняется 25 лет. Политические контакты на уровне глав государств двух стран отличаются регулярностью и стабильностью, отмечают эксперты. Нургуль Саматова, Азамат Кадырток Тоев, Общественный Первый канал.